Всем привет, это FreeStudio21.com. Начинаем читать текст из следующего юнита Gateway. Сейчас я покажу. Это юнит пятый, Under Control. И текст, который нас интересует, это вот этот. Woman, find for feeding the ducks. Женщину оштрафовали за то, что она кормила уток. И всё, что связано с этим текстом, я, наверное, если успею, сделаем ещё вот это упражнение. Третье очень интересное. И следовало бы, наверное, ещё разобрать вот эти комменты к тексту. Это пример в каком-то смысле разговорной речи. Значит, тема юнита здесь право и разного рода преступления, наказания и всё такое. Это очень интересная тема. Это формальный стиль, это сложная достаточно грамматика, это довольно сложная лексика, это разные сложные предложения. И сложные существительные, прилагательные, всякие такие экзотические и всё такое. Как бы это ни было, тема очень нужная, полезная. Куда мы денемся без этого? Поэтому надо всё это знать. Итак, сначала читаем текст, потом разбираем упражнение. Woman, find for feeding the ducks. Женщину оштрафовали за кормление уток. Значит, сразу же обратите внимание на заглавие, что здесь есть. Женщина оштрафована – это газетное заглавие со всеми вытекающими отсюда последствиями. Здесь по возможности избегают вспомогательных глаголов, здесь избегают разных второстепенных членов предложения и так далее и тому подобное. Женщина оштрафована. Далее у нас стоит for – предлог, а дальше feeding. Вот это feeding – это герундий, это инговая форма, вот это V-ing. Ну и далее как бы всё ясно. Итак, посмотрим, что мы имеем. A mother was given a 75-pound letter fine for feeding the ducks in her local park, but her son was allowed to carry on because a warden said he was too young to prosecute. Женщина была оштрафована на 75 фунтов стерлингов за то, что мусорила, кормя уток в местном парке, но её сыну позволили продолжать кормить уток, потому что охранник сказал, что он слишком молод для того, чтобы быть оштрафованным. Вот такое вот дело. Значит, что у нас здесь интересного? Здесь куча интересных выражений. Во-первых, здесь passive voice будет на каждом шагу. Кому-то нравится passive voice, но большинство людей его не любят, потому что он такой вот странный какой-то и всё такое. Далее. Ну, passive voice как passive voice. Здесь интересное выражение вот это. A 75-pound letter fine. Значит, как это будет переводиться? Слово fine, вообще говоря, если мы его просто встречаем, это будет штраф. Fine – это штраф. Или же штрафовать. У него два значения. Штрафовать. Значит, если у нас такая структура, то есть сначала у нас стоит «э», ну, это обязательно. Fine у нас в единственном числе. И это исчисляемое. Далее у нас стоит сумма. Дальше у нас стоит «за что», а потом у нас само слово «штраф». Значит, у нас должна стоять сумма, на какую выписан штраф. Перед ним будет «э». Далее у нас будет стоять «за что», за что оштрафован. А потом само слово «fine». Вот такая вот конструкция. Запомните её, ибо иначе не получится. Значит, у нас получается 75 фунтов. Дальше «litter». Вот это «litter» – это «за то, что мусорил». То есть бросал мелкий мусор на землю. Вот это «litter». И дальше штраф. Значит, оштрафован на 75 фунтов за то, что мусорил, бросал мусор на землю. «Litter» – бросать мусор на землю. «Litter» – бросать мелкий, как правило, мусор, не что-то большое, а мелкий мусор. Потому что если бросают крупный мусор, там пакеты какие-то с мусором, то это «dump» уже. «Why dump?» Зачем бросать мусор? Вот что-то в этом роде. Далее. Значит, «за бросание мусора» здесь можно переводить «во время кормления уток». Вот так вот. Потому что если мы переведем «за кормления уток», будет некрасиво. «Во время кормления уток в местном парке». Это не дословный перевод, это просто для удобства, я так говорю. На самом деле здесь, значит, штраф за мусор за кормление уток. Ну, тут дело такое. Значит, «feed» – кормить. Кто не знает, «feed» – кормить. «Feed» – «Fed» – «Fed» – «Fed». Далее. Здесь, в принципе, ничего такого. Далее опять «passive voice». «Her son was allowed». Ее сыну позволили. «Carrie on» – «продолжать». «Carrie on». «Carrie on». «Продолжать что-то делать». По большому счету, можно сказать «go on». Тоже можно было бы так. Но автор счел нужным «carry on» сказать. Далее у нас слово «warden». «Worden» – это охранник. «Worden». «Worden» – охранник. Охранник парка. Значит, и далее «prosecute». Вот это «prosecute» можно переводить как слов «наказывать». То есть он был слишком молод, чтобы его наказывать. Или чтобы его преследовать административно или там криминально или еще как-то. Короче говоря, «prosecute». «Prosecute» – это «преследовать». «Преследовать» за преступления. Или за нарушения какие-то. За преступления. Вот в таком духе. Едем дальше. «Ванесса Келли, 26, was accosted by council warden as she and her and the 17-month-old Harry through the bird's scraps of bread». Ага, вот оно. Итак, к 26-летней Ванессе Келли довольно в грубой форме обратился муниципальный охранник, когда она и ее 17-месячный Гарри бросали корки хлеба уткам. Или птицам. Птицам тут. Так, что у нас здесь интересного? Значит, ну по большому счету, опять же у нас «passive voice», обратите внимание. Далее, обратите внимание, как возраст пишется. Не пишется «26-year-old». Можно так говорить, конечно, но согласитесь, что ваш абзац станет сразу длиннее. Поэтому, если вы видите вот такое, это возраст так указывается. Когда вы это читаете, можете говорить «26-year-old Vanessa Kelly». Это тоже будет хорошо сказано. Далее. «Accosted». «Accosted» значит, это когда ко мне пристает какой-то человек с какими-то вопросами, с какими-то претензиями и так далее, и так далее. Здесь, ну, можно сказать, что «accosted» — это обращаться в грубой форме к кому-то. «Эй, ты!» Вот что-то такое. Поэтому, значит, здесь у нас «passive voice». Значит, к ней в грубой форме обратился охранник. Вот так вот я бы это перевела. «Wars accosted». «Accosted» — «Обратиться в грубой форме». Бесцеремонно обратиться в грубой бесцеремонной форме. Далее. «Cancel warden» — «муниципальный охранник». Слово «cancel» в данном случае «муниципальный», то есть представитель мэрии, представитель городского муниципалитета. «Cancel warden» — «муниципальный охранник». «Муниципальный охранник». Или «сотрудник муниципальной охраны». Ну, это уже красивости. Далее. «Бросали корки или кусочки хлеба птицам». Ну, в принципе, здесь ничего такого. Далее. «She has vowed to fight the council all the way to have the fine revoked. Miss Kelly visited the park in Smedwick, West Midlands, on Tuesday afternoon». Она заявила во всеуслышание, что будет бороться с муниципалитетом до самого конца, чтобы штраф отменили. «Мисс Келли посещала парк в Сmedwickе в западные... West Midlands — это название, не суть важно, днем во вторник». Так, ну что здесь интересного? Здесь интересно, пожалуй, слово «вау». Вот это вот. Это не «вау», «ой-ой-ой», что-то в этом духе. Нет. Это слово «вау» — официально заявить. «Поклясться», можно даже так сказать, но здесь официально заявить. Или «заявить во всеуслышание». Вот так здесь это можно переводить. Иногда это переводит еще как «присяга», «присягать кому-то». Но в данном случае это официально заявлять или «заявлять во всеуслышание». Значит, далее «revoque» — подчеркнутые слова. Видимо, где-то на них что-то будет, какое-то упражнение. «Revoque» — отменить. Отменить. Далее. Ну и, в принципе, здесь больше ничего такого интересного. Кстати, здесь интересная с точки зрения грамматики структура. «To have defined revoked». Это у нас causative form. То есть это разновидность passive voice. То есть иметь, если дословно, иметь штраф отмененным. Но поскольку здесь у нас еще инфинитив стоит, поэтому мы ставим слово «чтобы». «Чтобы штраф отменили». Далее. «She said the warden walked towards me and asked me to stop feeding the dogs because of complaints about children sleeping on over on their way to school on duck mess. But there are no health and safety signs up». Она сказала. Охранник подошел к нам и попросил меня прекратить кормить уток, потому что из-за жалоб, из-за жалоб, да, пожалуй, так, из-за жалоб, что дети подскальзываются и падают по дороге в школу на утиных экскрементах. Но там не было никакой таблички, на которой бы писались правила безопасности. Вот в таком роде. Итак, что мы имеем здесь? «Walk towards me». «Подошел ко мне». Это очень официально сказано «towards». Вот это вот. Можно было просто «walk to me». Значит, «подошел», «подошел» «ко мне». Или «приблизился ко мне». Значит, «stop feeding», «прекратите кормить». Значит, дальше интересная фраза. Значит, «because of». Мы не переводим «because» здесь как «потому что». В принципе, его можно сказать так, но тогда нам придется перестроить предложение. Я бы перевела его из-за жалоб касательно детей. Вот это «about» я перевела словом «касательно». Касательно детей, которые… Здесь нет слова «который», я его тоже придумала. «Которые подскальзываются по пути в школу на утином дерьме». Итак, что у нас здесь? Значит, слово «complaint». Жалоба. Жалоба. «Because of complaints» – из-за жалоб. Дальше «complaint» может быть «for» и «complaint» может быть «about». Значит, «complaint for» – это «жаловаться на». «Complain». «Complain» – это «жалоба», это «существительное». «Complain» – это «жаловаться». Это «for» может быть, то есть «жаловаться на». У вас может быть такая структура. Это «жалуюсь на кого-то». «Жаловаться на». А может быть еще «complain» – это «жаловаться из-за». То есть жаловаться не на сам, не на саму вещь какую-то, не на само действие, а на результат этого действия. «Жаловаться из-за». «Жаловаться из-за». То есть на последствия уже жаловаться чего-то. И здесь нам подходит «жаловаться из-за». Значит, опять же, из-за жалов, из-за детей. Ну, не очень красиво получается по причине. Вот «because» я переведу, ладно, я переведу его красиво. По причине жалов, из-за того, что дети падают, подскальзываются и падают по дороге в школу на не куриных, а утиных экскрементах. Значит, вот эта вот штука. «Mess» слово может означать не только бардак, беспорядок, это еще экскременты. Особенно, если речь идет о животных. Экскременты. Вот таким образом. Далее. «Sleep over» – подскользнуться и упасть. «По дороге в школу». Мне лень это все писать, можете запомнить. Значит, здесь очень-очень специфическое предложение. Здесь надо… в русском языке совершенно не так оно будет звучать. Далее. «There are no health and safety signs up». Значит, «signs» – это в данном случае вывеска или табличка. «Sign» – табличка с запретом каким-нибудь или с предупреждением. Там «не влезай, убьет», «не ходите по траве» и так далее, и так далее. Табличка с надписью «sign». Значит, «не было табличек с надписью, которые бы запрещали там чего-то ради здоровья и безопасности». «Health and safety sign» – это табличка с какими-то предупреждениями об опасности здоровью и человеку вообще. Вот такая вот фраза. «Health and safety sign». Табличка с запретом из-за безопасности. Далее. «I said, fair enough, but then she started doing a fine. I asked, what for? And she said, littering». Я сказала, «Ну ладно». Но затем она начала выписывать штраф. Я спросила, «За что?» Она сказала, «За то, что вы мусорите». Итак, что у нас здесь? Значит, «fair enough» вот это вот может переводиться словом «ладно». Но это когда я не хотя с чем-то согласилась. Ну уж ладно уже. Если ты так хочешь, то пожалуйста. Далее. Обратите внимание, еще интересная фраза. «Doing a fine». «Do a fine» – выписать штраф. Выписать штраф. То есть сам процесс выписывания штрафа. Выписать штраф. Далее. «What for?» Бесподобная фраза. Это можно переводить как «за что?» И можно переводить «почему». Так, мне негде это написать я здесь. «What for?» «Для чего?» Или «зачем?» Тоже как вариант. Далее. Значит, Харри продолжал бросать хлеб, несмотря на все это. И охранник сказала мне, что он может продолжать, потому что он слишком молод, чтобы преследовать его за преступление. Я поверить не могла. Итак, что у нас здесь? Значит, ну в принципе здесь ничего такого. «Still» все еще. «Zoe» – несмотря на все это. Далее. В принципе здесь ничего интересного. «Carrion» – это то, что в первом абзаце было. «It was too young to prosecute». Вот это интересное выражение. «Он слишком молод, чтобы для наказания». Вот так вот. Далее. «She added, I was horrified. It is ridiculous. Parking fines are less than this». Она добавила. «Я была шокирована. Это глупо. Штрафы за неправильную парковку по сумме меньше, чем это». Так, что мы имеем здесь? «Parking fine». Штраф за неправильную парковку. За неправильную... Так, мне нет места. Парковку. Вот как-то так помещусь. Далее. «Less» – меньше. Ну и «this» имеется в виду вот этот вот штраф, который выписали ей. Далее. «I take my son to feed the ducks every week. He loves it. It's for his entertainment and to keep him happy. It's doing a good deed. The ducks are obviously looking for the food. Я беру сына кормить уток каждую неделю. Ему нравится. Это для его развлечения и это делает его счастливым. Ну да, пожалуй, это делает его счастливым или делает его довольным. Это хорошее дело. Утки, очевидно, ищут еду. Итак, что у нас здесь? Значит, «take my son». Я беру сына кормить уток. Ну, или «хожу с сыном кормить уток». Тоже можно как вариант. Далее. «Это для его развлечения». «For his entertainment and to keep him happy». Можно сказать так. Это его развлекает и он счастлив от этого. Можно так переводить, не дословно, но зато это будет красиво. «It's doing a good deed». Вот это «good deed» – это хорошее деяние, если дословно. Напишем это. Оно подчеркнуто почему-то. «Good deed» – хорошее дело. Благое дело. Хорошее дело. Едем дальше. Значит, «obviously». «Очевидно». 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 Далее. Что у нас здесь? «Look for food». «Ищут еду». Далее. «I do not intend to pay the fine». «I'm going to find this to the end». «Я не намереваюсь платить этот штраф». «Я собираюсь бороться до конца». Значит, здесь у нас слово «intent to pay». «Я не намерена платить». «Я собираюсь бороться с этим». Обратите внимание, что у нас бороться с этим – это с предлогом. У них без предлога. Далее. «She has lodged a complaint with the Sandwell Council and intents to appeal against the fine. She has taken photographs at the park to help prove her case». «Она подала жалобу на муниципальный совет Сэндвелла и намеревается обжаловать штраф в суде». «Она сделала фотографии в парке, чтобы помочь доказать свою правоту». Значит, что у нас здесь? Здесь бесподобное выражение «launch a complaint». «Подать жалобу». «Launch a complaint». «Комплейнт». Вот такая вот штука. «Значит, подать жалобу». Вот так вот. О, sorry, я уже подала. «Подать жалобу». И дальше у нас «to lodge a complaint with». «Подать жалобу на». Давайте напишем полностью. «With». Здесь «with». Вот таким образом. «На». Далее слово «cancel» с большой буквы, потому что это название официального государственного учреждения. «Сэндвелл» явно название какого-то населенного пункта. Слово «cancel». «Cancel». Вот так вот оно пишется. «Cancel». Значит, это может быть еще «city cancel». Вот таким образом оно может быть. Так может выглядеть. И еще иногда можно встретить «common cancel». «common cancel». «common cancel». Вот таким образом. Это все переводится «городской» или «муниципальный совет». «Городской». «Городской муниципалитет». О, вот так вот напишем. «Муниципалитет». В принципе, можно просто «муниципалитет» говорить. Или «муниципальный совет», как вам больше нравится. Далее. Что у меня здесь еще намеревается? «Appeal against the fine». Значит, обжаловать штраф в суде. Или, если дословно, судиться против штрафа. «Appeal». «Апеллировать против штрафа», если дословно. Ну, откуда слово «апелляция» происходит. «Against». «Against the fine». «Обжаловать штраф». «Обжаловать штраф». «Обжаловать штраф». «Чтобы помочь доказать свою правоту». Или «доказать свое дело», если дословно. «Prove a case». «Prove a case». «Доказать» или «подтвердить свою правоту». «Свою правоту». Вот таким образом. О, здесь начались уже термины. Началось интересно уже. Так, значит, это первая часть. Следующую часть я дочитаю во второй части, во втором видео. Значит, в описании видео будет стоять ссылочка на продолжение, дабы можно было посмотреть, что там дальше. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Продолжение следует...